Парящее зеркало, парящее зеркало, даже зеркало парит, а мы почему-то не парим. Почему мы такие несовременные подростки, спрашивается. Мы тоже должны парить для разнообразия, правда же? Или для разнообразия увидеть что-нибудь ещё, если тыкать постоянно в это зеркало. Как вы думаете, увидим мы что-нибудь или нет? Давайте мы это выясним. Ой, кажется, мы что-то увидели. И мы увидели крипоту. Ужас. Жуткие скримеры. Да, реально жутковато на самом деле, но я на самом деле уже это естественно на самом деле знал, что это произойдёт, потому что мне подсказали в комментариях без конца кликать на зеркало, и вот мы сейчас покликали на него, да. Ну и кстати, как видите, мы сейчас оказались в прошлом, знаете почему? Потому что оказалось, что я упустил здесь одного мини-босса, необязательного. Но поскольку я решил снимать всех мини-боссов, то этого тоже нужно заснять, да. Я не знаю, может быть его можно победить и когда останется один день, но я не буду это рисковать и выяснять, я лучше засниму его прямо сейчас, собственно, ещё в прошлом. И этот босс оказывается тот самый секс-бот. Давайте мы с ним лишний раз повзаимодействуем, а? Так и сяк. Итак, наш секс-бот говорит нам б-б-б-б-б-б-б какой-то. Осторожно, это тот робот! Она машина для убийств! Ну почему, может быть она машина для кексов? Эх. Она снова говорит нам б-б-б-б-б-б-б. Не приближайся к нам, робот! Но мы сами к ней приблизились, вот шизики, правда? Мы должны остановить её, пока она никого не убила. Особенно наши клетки майонезика. Знать, теперь мы с тобой приходим. Субтитры делал DimaTorzok И вот так мы убили робота-убийцу. Теперь мы сами стали убийцами, по сути, правда? Как говорится, убей убийцу, и ты сам будешь убийца. А мы сейчас убили одного убийцу, и мы стали аж четыре убийцы. Просто ужасно, правда? Ну и да, это, конечно, был очень лёгкий босс, циферки с него весьма низенькие. Но главное, что мы его заясняли. Фух, мы были на волоске. Хорошо, что никто не пострадал. И даже не умер. Ну, не считая, конечно, этого несчастного робота. Причём, что интересно, да, реплики этого робота имеют смысл, они расшифровываются. И на вики уже они все перечислены. И да, этот робот на самом деле говорит очень милые вещи, по типу «я хочу любви» и так далее, да. А мы просто взяли и жестоко убили этого несчастного робота, который просто хотел любви, но не мог это сказать по нормальному человеческим языком. Как это грустно и иронично, правда? Ну всё, теперь возвращаемся обратно в будущее. В следующем давайте попробуем закрыть последний оставшийся квест. Ну, на самом деле, можно найти ещё одну шутку, которую можно записать в книгу, но она находится только в одном оставшемся дне, то есть в следующем, и только на пути о море, собственно. Но, в принципе, нам не нужно её искать, потому что у нас уже есть нужная шутка. В том прикол этого квеста, что можно собрать все шутки и их все перечислить, чтобы узнать, какая из них окажется смешной для этой Ивы. Ну и вот, собственно, я уже заранее узнал, естественно, какая из них будет смешная, поэтому не будем тратить время зря и сразу же выберем правильное. Так, правильный вариант. Расскажем анекдот с книгами шуток, да. Шутка про стройку. Хотите анекдот про стройительство? Я ещё над ним работаю. Всхлип, всхлип, всхлип. Эй, а вот это было довольно смешной. Эй, 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 эй. Ах, мне стало немного лучше. Лучше бы ты вот с помощью этой кентакли себе улучшила настроение. Я считаю, это сработало бы гораздо лучше, однозначно. Ну или с помощью вот этого дилдончика на рукоятке. Спасибо, что развеселили меня, незнакомцы. Вот ваша награда за ваши доблестные усилия. Это древнее оружие с необъятной силой. Только настоящий герой сможет удержать его. Да? Только вот настоящий герой сможет подержать и надирать на этот клиночек этот ствол. Ах, боги зовут меня, боюсь, мне пора уходить. Время, проведённое нами вместе, было коротким, но это было в основном приятным опытом. Возможно, мы встретимся в другой жизни. Прощайте, незнакомцы, с вами было весело. Это был короткий, но приятный опыт. Чисто постельная сцена какая-то, правда? Вы получили лол-меч. Ну что ж, что сказать, кроме как лол, правда? Кстати, да, у меня уже 45-й левел из 50, поэтому мы приближаемся к концу. Итак, хэдэшный меч. Мы теряем аж 30 хп, но учитывая, что Хиру сам по себе весьма живучий и его довольно редко бьют, на самом деле, можно, в принципе, потерпеть в пользу повышенной атаки. Поэтому, в принципе, этот квест оправдал себя, в отличие от остальных квестов. Ну, тем более, учитывая, что мы его могли пройти на гораздо раньше и получить этот меч гораздо раньше. Жаль, что я заранее это не проспойлерил себе, что нам нужна именно эта шутка про строительство. Ну ладно, ничего страшного, главное, что сейчас мы сможем этим всем воспользоваться, поэтому поехали искать себе новые приключения. Хотя, стоп, секундочку, пока я не забыл. У нас, блин, всю игру с собой таскается ещё одна вещь, которую можно, собственно, использовать. Это гриб, вот этот вот самый, который просит, чтобы мы его сожрали. Делает друга немного сильнее. Пускай его сожрёт о море, естественно, потому что он тут самый главный. Итак, всё, мы наконец-то исполняем его мечту и сжираем этот несчастный гриб. Гриб был полон радости, пока его выживали. А уж как ему будет радостно, когда его будут высирать, это просто ужас, правда? Гриб дарует одно сердце, один сок, одну атаку, одну защиту, одну скорость и одну удачу. Ну, это, конечно, мизерно, но учитывая, что у нас сами по себе статы не то чтобы шибко большие, то есть мы вроде бы качаемся, 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 а цифры у нас всё равно не прямо какие-нибудь гигантские, понимаете? Поэтому мы всё равно имеем челленджи в битвах с боссами, они всё ещё могут нас за пару ударов вынести, если что. Так что ничего страшного, каждый плюс это плюс. Бадумтс. И да, теперь у нас имеется 30 нерашков, те самые хилки, которые лечат нам сразу же всё ещё и повышают все статы на битву. Я смог избавиться от всех остальных, лечил от кроме самых таких годных, типа кофе или жизни джема, или вот этого дина-смузи, который всем сразу же даёт сок. Может быть, пригодится, мало ли. Но в целом, теперь самое главное, что вы видите, мой инвентарь теперь почти что пуст. Весь лишний мусор выброшен, имеется только самые годные лечилки, и с ними-то я точно смогу зарейдить всех этих оставшихся секретных боссов первого дня. Ну, возможно, конечно же, нужно ещё докачаться до 50-го уровня для галочки. Зато главное, что вот, теперь у меня есть всё самое лучшее, я готов ко всему практически. И ещё осталась целая куча денег. Да. И раз такое дело, давайте мы эти деньги сейчас пустим в ход. А именно, сделаем последний заказ у этого гробного художника. Я, естественно, всё заранее заказал. Вот. 50 тысяч гребешков. Последняя картина, ёшняя. Давайте мы её сразу же закажем, и всё. Не знаю, что он будет делать с этими гребешками этот мудила. По крайней мере, эти ведьмочки могли хотя бы кита кормить своими гребешками. А вот этот, видимо, он будет кормить только себя, пока у него не вырастет такая здоровенная гребешковая задница. На уж. Поэтому давайте покажем в последний раз процесс. Мы выходим просто из этой норы, и можно сразу же в неё вернуться и любоваться последним шедевром. И всеми остальными шедевровами тоже, благо, что его комментарии, этого хужожника, остаются. Неважно, сколько раз мы смотрим на эти картины. Поэтому все его комментарии мы сразу же тоже зачитаем. Вот так вот. Ну, естественно, я уже видел все эти картины, получается. Но, тем не менее, главное это заяснять. А не то, чтобы я какие-то уникальные эмоции показывал, знаете ли. Итак, всё. Отправляемся пылить на все его прекрасные шедевры одновременно. Спасибо, мои дорогие живые существа. Благодаря этим заказам я далеко продвинулся на своём пути самопознания. А ещё я теперь сказочно богат. Вот мудила. Я больше ничего не могу для вас сделать. Я достиг конца пути. И всё, что ли? Ну, допустим. Мы его порадовали. Не знаю, что он будет делать со своими богатствами, и тем более, учитывая то, что будет в первом дне. Но об этом потом, потом. А пока что посмотрим на все его шедевры. Вот, собственно, и они. Начнём сначала с того, что мы уже видели. Без названия. Работа величайшего худёжника Рококо. Эй, я только начинаю. Ладно, не судите строго. Ну ладно, ладно. Это было уныло. Всё остальное будет уже покрасивше, правда? Вот это уже другое дело. Это уже старательная анатомия. Гораздо лучше, чем то, что рисую я обычно. Даже в фотошопе. Люди с фруктами. Работа величайшего худёжника Рококо. Узрите моё развитие. Однако всё ещё очевидно, что я только учусь. Я должен от этого избавиться в своей следующей работе. Ну, в принципе, учится он неплохо, да. Просто нужно было обрисовать этот скетч так-то, а не оставлять его в виде скетча. Здесь уже пошла пародия на кого-то из известных художников, которых, естественно, не знаю. Это пока что самая экспрессивная моя работа. Чувствуете самовыражение? Я чувствую копирку чего-то известного стиля. Но я его, конечно, не знаю, поэтому допустим. Следующее. Вот это уже действительно хорошая иллюстрация. Невероятные приключения Омори. Работа величайшего худёжника Кококо. Что, вы удивлены? Что вы там говорите, а? Художник, по-вашему, не может сменить стиль? Ну, на самом деле, удивительно, что художник действительно так хорошо развился. Всего лишь-то за денежки и за пару побегушек туда-сюда. Весьма быстро. Вы бы мне так быстро прокачаться, правда? Следующее, это уже целая икона. Да, уж так хорошо все прорисованы, круто. Последнее откровение. Работа величайшего худёжника Кококо. Я не буду вам врать. С этой работой было много проблем, но, думаю, получилось неплохо. Моя следующая работа будет лучше. Здорово, здорово. Интересно, почему именно Омори и Омори тут в центре находятся этой работы? Хм. Допустим, типа Адама Ева или ещё что-нибудь. Ну, а хз, я не разбираюсь в этих культурных отсылках, увы. И самая последняя, самая годнейшая его картина, это... Тупо скопи-пизженные спрайты. Вот за это мы заплатили сейчас 50 тысяч, да. Омори, обри, кел и хиро. Работа величайшего худёжника Кококо. Моё творчество по-настоящему вознеслось в этом шедевре. Я, наконец, смог запечатлеть вашу истинную суть. Я больше ничего не смогу для вас сделать. Да, всё, что он смог, это тупо скопировать наши спрайты. Замечательно, правда, прекрасная шутка от разработчиков. Вот за это мы сейчас столько денег отдали, которые я там фармил вот о казиношке. Ну, благо, что я, конечно, не терял время зря ещё и на фоне смотрел сериальчик, поэтому, в принципе, я провёл неплохо время за этим фармом в казиношке. Но всё-таки... Безусловно, эта малость разочаровывает. Да. Итак, что же нам осталось теперь сделать напоследок? Ну, в принципе, и всё. Вот у нас осталось пять клавиш. Две из них мы соберём сейчас прямо здесь. Ещё три останутся на пути Омори в следующем дне. Я заранее это прочитал, поэтому я, в принципе, ничего вроде бы не упустил. Зайснял всё, что можно было. Надеюсь, что я также не упустил всех врагов и боссов, каких-нибудь там оставшихся. Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Главное сейчас это залезть в каждую дыру. Я вот парочку дыр таких пропустил, потому что болтаю всё время, отвлекаюсь. Ну, сейчас мы в неё заглянем. Ну, или она заглянет в нас, да. Снова вылез Гастер. Рад за него, конечно, что он вылез. Кстати, да, эту клавишу Т можно было подобрать ещё внутри кита, когда мы там гонялись от котика, убегали от него. Ну, ладно, неважно. Главное, что это сделано сейчас, разработчики позволили это сделать. Ноль клавиш осталось. Уря, всё, мы их все собрали. Так. Эй, я хотел в дыру заглянуть. Итак, добро пожаловать в афроамериканское пространство, подсказывают нам. Вот и всё. Ну, конечно, нужно собрать ещё и все неправильные клавиши, чтобы дорисовался рисуночек справа, потому что нам совершенно непонятно, что же он изображает, правда? Наверное, он изображает подвешенную сосиску какую-то или типа того. Так, ладно, это всё, конечно, здорово. Меня сейчас телепортируют сразу же в день один или что? Ну, или в катсценочку, допустим. Но я этого и боялся, да, что меня сейчас насильно потащат по сюжету, куда я соберу все клавиши. Так что, видимо, я уже в дыру не залезу. Увы. Итак, дом базовичка. И в этом доме, как видите, всё немножечко сгнило. Потому что сгнили все наши воспоминания о нём, почему-то. Да. И в том числе завяли все его цветы, которые можно было поливать в течение игры. Они завяли так, что их полить больше нельзя. А всё потому, что мы его забыли. И теперь он испаряется вместе со своим домом с нашей памяти. Как это грустно, да. Что там за страшные звуки? Как будто бульдозер приехал разваливать этот дом. А, ну в принципе так и произошло, да, по сути. Только вместо бульдозера приехал гастер опять этот гробанный. Всё пырит на нас своим глазом постоянно. Такой интересный персонаж, конечно, и такая роль классная всё время на нас пырить. Так, а вот и базовичок призрачный, наконец-то. А я его Чарочкой называл. Вот это, конечно, даю. Чарочка этого моря, естественно, со своим ножиком. Ну и Саня тоже, соответственно. Это же Саня там ходил по улице и пырял всяких там девочек с битыми своим ножичком. Так что Саня у нас, сами понимаете, и есть Чарочка. Не святой, мягко говоря. Так, я опять здесь, что ли? Тут дыра. Давайте в неё зайдём, наконец-то. Последняя дырочка. От клавиши В, которую мы получаем именно здесь всё равно в любом случае. А, это, походу, есть, что ли, переход в следующую локацию в следующий день? Или это просто опять очередной глюк? Посмотрим. Ну да, действительно, похоже, всё так и есть. Меня, кстати, не пускали к дому Бейзела, потому что мне показывали каждый раз вместо прохода к дому Бейзела те самые клавиши, которые я ещё не собрал. А вот сейчас я их собрал, и, возможно, меня теперь пустят к нему. Или нет, потому что пускать, в принципе, не к чему. Так, это кто у нас там рубит дерево с петлёй, на которой мы собрались повеситься? Ты охерел, что ли? Дай нам сначала повеситься, а потом уже руби его, сволочь. Держись подальше, ты не мой сын. Ну и что? Подумаешь, не мой сын. Так возьми и усынови меня, я буду твоим сыном, идиот. Так просто. Почему? Почему ты никак не упадёшь? Почему? Почему ты никак не упадёшь? Потому что топор надо было затачивать, придурок. Взял какой-то тупой топор и пытается мне там сломать это дерево несчастное. Да уж. Можно было бы его зубами сгрызть, не знаю, для разнообразия. Но, к сожалению, оно не позволяет нам ничего и сделать, поэтому, возможно, нужно отсюда сваливать хз. Всё, мы пошли обратно. И всё? Надеюсь, он там не успеет это дерево срубить, а тут нам на нём ещё вешаться, знаете ли. Было бы нехорошо, чтобы нам не на чём было вешаться, правда же? Просто ужас. Не, возможно, конечно, это была не петля, а колесо просто то самое. Там же у нас же было в изначальной локации, в Пескрайнем лесу, там было тоже дерево с колесом резиновым, на которых дети обычно катаются. Но, видимо, и вешаются тоже, не знаю, короче. Нам все намекают, что мы хотим повеситься. Допустим. Повеситься, просушиться, это тоже нужно. Видите, вот после всего вот этого вот купания точно придётся повеситься, чтобы хорошенько высушить и себя, и Обри, и Кила, и Хиро. Даже если они не наши фантазии, мы всё равно не можем придумать, чтобы эти фантазии умели, не знаю, летать, а не просто плюхаться во всякой там вонючей канализационной жижи. Так что мы себя просто не уважаем, понимаете? Поэтому Мори придум... вернее, Сани придумают у себя в голове все вот эти вот испытания, когда мог придумать у себя весёлую и лёгкую жизнь, понимаете? Так, всё, мы попали сюда, и сейчас мы окажемся снова у нас дома, потому что здесь, к счастью, имеется обоюдный проход, может туда-сюда телепортироваться постоянно. Так, ну и всё получается, да? Теперь нужно идти, скорее всего, к дому Бейзела, потому что там намекали, что нужно будет пойти именно туда. Именно туда меня сейчас не пускали. Так, Мори ничего не хочет сказать пока, что да, мы всё ещё повесились и так далее. О, у нас появился новый квестик, его тут не было сейчас. Входят слухи о старом заброшенном доме к югу от детской площадке. Интересно, а он правда заброшенный? Хе-хе-хе. И сейчас у неё такое лицо, интересно, похотливое. Чё он там, интересно, захотелось выяснить, может ли в этом доме что-нибудь найти или уединиться с кем-нибудь? Я, например, с Хиро. Понятно всё с тобой, Мори, вечно ты думаешь только об одном. Не то, что я, правда? Вот у меня мысли самые разнообразные и интересные. Часто будут намекать, куда же нужно пойти, потому что игрок же такой тупой, он же дебил полнейший, он же не догадается, куда нужно пойти, правда? Это... Ну, возможно, я бы, конечно, не догадался без подсказки, поэтому чё я тут радуюсь. Вот, все цветы завяли, к сожалению. Это подсолнухи. Они называются так, потому что всегда смотрят в сторону солнца. Я хочу быть таким, тем, кто всегда видит светлую сторону вещей. Я старался, чувак, я старался поливать твои цветы постоянно, получать за это хп, но сейчас это больше ничего не делает, увы. Цветы все сдохли, поэтому давайте сам лучи свои, лузгай свои подсолнухи, короче. А я лучше пойду позанимаюсь чем-нибудь ещё. Эти цветы называют лилиями и говорят, что они отгоняют злых духов и помогают увидеть светлое будущее. Пожалуй, они напоминают мне о Марии, она всегда помогает мне оставаться позитивным. Ну, это всё те же самые речи, которые он толкал в начале игры, потому что мы же тупые, мы же всё забыли. Розы бывают разных цветов, и каждый имеет своё значение. Розовые розы говорят о восхищении, оранжевые символизируют страсть, жёлтая дружба и так далее. Хиро похож не на какую-то конкретную розу. Думаю, Хиро как все розы сразу. Он очень многосторонний, его все любят. А на что похожи гонилые розы, интересно? На нашу гонилую натуру, что ли, самоубийственную? Эти цветы называют гладиолусами, они также известны как шпажники. Как можно догадаться, они говорят о шпагах, наверное, а не о силе воли, о каком-то честном и чтущем нравственной ценности, о каком-то, кто стоит за свои идеалы. Ну, вполне да, похоже на мушкетёров со шпагами. Гладиолусы напоминают обри, потому что она всегда честна с собой. Ну, хорошо, хорошо. Давайте расскажите нам ещё раз про все эти цветочки. Кактусы очень крепкие и живущие растения, о них не нужно много заботиться, они могут пережить даже экстремальные условия. И знаете что? Даже Келл мог бы ухаживать за кактусом. Ну, кстати, да, за всю игру мне пришлось поливать кактусы там буквально один раз, и то не все из них успели загреть. И почапал базовичок в очередной раз нас ведёт. А почему кровавые следы нас не ведут? Почему они были только в начале игры? Интересно. Это тоже секрет, который станет известен только на основном пути. Ну, допустим, если мы его не узнаем, то и хрен бы с ним. Чё парюсь-то? Главное это фэнтези. Главное это веселуха. И тут всё вполне себе фэнтезийно и веселушно. Ага, деревья всё сильнее гниют, гниют, гниют. Да, уж бы я сделал, чё ты за деревья не ухаживал совершенно, чё они у тебя все сгнили? Или ты их поливал там в жёлтой водичкой каждый раз без лейки, а? Что-нибудь у тебя такие испорченные. О, наконец-то появились красные следы, только я про них сейчас задумался, почему их не было уж так долго. Наконец-то. Ну всё, пошли изучать дом, который окружён озером из винища. Это просто охренительно, правда? Хочешь побухать, вот тебе целое озеро. Плюхайся в него и бухай, сколько тебе влезет. Правда, тут смотрю, другие набухавшиеся уже плавают и тянут свои ручки загребущие. О, Мори, мне страшно. Давай, давай вернёмся. В кого вернёмся-то? Нам нужно идти по сюжету, извиняюсь, всё остальное мы уже прозырили. Делать больше нечего в этой игре. Так что давай, базовичок, веди нас в очередную пропасть. Хотя, точнее, это не пропасть, а просто пробуждение в новом дне. То есть, по идее, это не так уж негативно на самом деле. Проснуться и пожить в реальном мире чуть-чуть совсем. Ещё пару минуточек, да. А лучше, конечно, поспать ещё пять минуточек. Далеко падать? На, давайте. Тут пыльно в доме болезло, поэтому начинаю кашлять, уж извините. Ничего. Сейчас мы нырнём в самую глубину ада, но почему-то, вместо того, чтобы, собственно, провалиться куда-нибудь в реальном мире, мы, наоборот, поднимемся. То есть, мы падаем не вниз, а вверх, по своей сути. Потому что мы поднимем наше тело из постели. Так что, как-то всё это странное перевернуто получается. Или это просто я упоротый под этим самым парами этого винища из дома Бейзела? Возможно, возможно, да. Ладно, посмотрим. Чё у нас теперь имеется? Бесконечный океан, чёрно-белый. Мы попали в какой-то ретро-фильм, получается, из какими-то там 20-х годов, да? Жесть просто. О, Море, почему ты смотришь такую хрень, спрашивается, устаревшую? Лучше смотреть современные мультики про пуфы истеков, а не всякие там нуарные фильмы, блин, 30-х годов или типа того. Ну, я не разбираюсь с тобой в телевидении, когда там что показывали в 20-м веке. Только мультики Луни Тюнс я с той поры смотрел, собственно. И всё. Так, ну да-да-да, понятно, что здесь у нас будет всё грустно и трагично, намекающие нам на то, что у нас проблемы в семье, проблемы с житухой, и вот у нас, собственно, наша сестёнка, в очередной раз мы её решили упокоить, получается, да? Почему мы её положили, интересно, в такие обконченные кусты, это, конечно, большой вопрос. Видимо, мы эту сестру любили очень необычным образом, получается. И мои шутки были не просто шутками, правда? Ну, хорошо, понятно. А что это, интересно, за белые голуби такие камовые по всем сторонам, или тоже растения такие? Я уже позабыл, вроде чё-то такое похожее было на кладбище. Ага. И сестрица нас решила напугать, или утащить с собой в постельку. Второе, конечно же, будет лучше. Чёрная дверь бросает тяжёлую тень, что хочешь сделать? Столько вариантов, блин, насосать под неё хочу, что ещё буду делать? Конечно же, я её открою. Может было просто сделать это автоматически. Или разработчики меня так подталкивают, типа ты сам, ты сам делаешь вот эти вот дела, ты сам самоубиваешься и так далее. Ну, допустим, допустим, да, я очень зло, мне плохо, очень грустно и так далее. Но на самом деле нет, потому что в генцидах Андертейла мы сами делали гораздо более неприятные вещи. Всё, мы получили все эти ключики, нас сейчас приглашают в афроамериканское пространство. Наконец-то мы попадём в Твиттер, представляете, да? Здорово, здорово. Уже жду не дождусь. Так, Умори валяется в афроамериканском пространстве, снова у неё тут салфеточки, утирающие его радости. Да, давай Умори радуйся, пока может, что называется. Пока Саня там с тобой ничего не сделал, блин, в реальной жизни. Да уж, или с собой точнее. Ага, это снова наша комната получается, только теперь она вся, собственно, стала максимально толерантной. Замечательно. Вот теперь другое дело, теперь мы, собственно, это самое, нас, возможно, не отменят, допустим. Так. О, нет, нужно заново собирать все эти клавиши, что ли? Коробка с салфетками, что утирают твои майонезные радости, естественно. М? А, вот, может, сохранится просто только прямо, а не сбоку. Ну-ка. Вот, видите, я уже наиграл 28 часов, и это не считая перезапуски всякие, переигрывания и так далее. Так, ну хорошо, чё теперь? Чпок. О, только не говорите, что я сейчас буду собирать все вот эти вот ключи 20 штук, и заходить в 20 дверей, это ж просто писяц какой-то. Я же с ума сойду, занимаясь всем этим вот развлечением с базовичком. Не знакомец, кто же это может быть? Эти комнаты наполнены сломанными вещами, но здесь я хотя бы вижу, кем ты являешься на самом деле. А, тем, что я являюсь белым человеком, который господит чёрного человека, да? Мир, что находится над этим, ты создал его, чтобы защитить это место? Или спрятать его? Почему ты говоришь, как алкаш упоротый? В любом случае оно стало сильнее тебя. Базовичок, протрезвей. Я понимаю, что ты живёшь около озера полного бухлища, но это не значит, что нужно всё время быть набуханным, понимаешь? Нужно немножечко это самое серьёзнее быть. Да уж, особенно в таком месте. Почему я серьёзно, а ты не серьёзно, спрашивается, а? О, всякая расчленочка пошла. Это чё, типа намёки, что Сани убил и расчленил свою сестру, что ли? Или типа того? Ой, сейчас скажут, что я, блин, прав. Так больно, так больно, так больно. Всем больно, мне больно даже говорить, знаете ли, потому что я весь такой дефектный. Но ничего, я терплю как-то. И вы потерпите, блин, куски говна. Тоже мне. Так, короче, бежим только по следам, понятное дело. Не нужно тыкаться никуда. Следующий ключик найден. Интересно, тут можно совершить ошибку? Надеюсь, что нет. Не хотелось бы совершать ошибочки. Хотелось бы всё делать идеально. Так, снова вот эти загребущие сперморучки появились, которые нас хотят очень жёстко. Ой, здрасте, гигантское тело Гастера. Ну, я в нём вошёл. Это уже... А, нет, это я в нём... Вроде бы... Это я в нём хожу, или он сам ходит, я не могу понять. Вроде бы я в нём хожу. Ну, давайте походим. А, вот это чё? А, это лицо Мари, что ли, типа того? То есть, получается, Гастером всё это время была Мари, видимо. Потому что очень похоже на того самого Гастера, которого мы видели. Так, меня, короче, поебали наконец-то. А то чё я тут жду? Да, всё правильно. Нужно, видимо, найти ключ и сразу же валить в другую дверь. Да, это займёт, конечно, много времени. Я вообще-то хотел за одну серию выйти в один день оставшийся, чтобы поискать за кадром, что я там могу заснять, потому что там же нужно будет тыкаться и искать, собственно, где что появилось из нового контента. Но не скоро. Так, здесь у нас каракули, нарисованные художником Шарлотты, видимо, не иначе. В этом беспорядке потерян корень сила. Правда, которую ты спрятал под замок, ты должен найти её, несмотря ни на что. Ты должен ради нас обоих. Ради тебя, алкаш, я сделаю что угодно, лишь бы ты наконец-то это самое. Протрезвел. Сделай это кодирование, как оно называется. Так, короче, не тратим время. Зря, сразу же телепортируемся обратно. Потому что это всё, конечно, очень увлекательно, но я не фанат Шарлотты и её стиля упоротого. Вот, тут повсюду ходят все вот эти вот базовички, укуренные, обнаркоманенные, обколотые, набуханные. Или это один я, набуханный и упоротый наркоман? Возможно. Так, мне интересно, нужно вот идти след след по этим следам, или я могу просто скипнуть это всё? Наверное, лучше не рисковать, а то мало ли, может быть, не сдрекерист что-нибудь. Так, это чё такое? Дяденька, можешь с вами пообщаться? Ты потерялся? Не волнуйся. Красные руки знают дорогу назад. Ага. Ну и спасибо, я уже догадался, блин. Значит, я бы сюда не попал, собственно, если бы не красные руки. Наконец-то красные руки приносят пользу. Тем более, что руки бывают красные, знаете ли, после удовольствия, которое мы вытираем нашей салфеткой и так далее. Не-не. Так. Здрасте, большие дяди и тёти. Хреново нарисованные. Ну, естественно, мы же всего лишь подросток типа, поэтому неудивительно, что у нас такие вот подростковые хреновые рисунчики. Твои Black Note. Так, а почему Black Note, а не Afro-American Note? Тут... Так. Ну да, тут то же самое вроде бы, или тут чё-то новое появилось? По-моему, то же самое, просто более искажённое, более стромное какое-то. О, паучок имеет большой, да, тортик тот же самый. Кровавая площадка детская, которая так и не стала кровавой, как я надеялся, блин. Жалко. Да, добавились новые силуэты, какие-то новые картиночки. Ага. Базовичок и море зачёркнутые. Гастер. И Гастер теперь у нас пырит такой. О, тёть-путик, я сейчас у вас возьму и всех позачёркиваю. Чё, херели что ли тут? Это самое. Садомию устраивать два идиота. Так что да, короче, Гастер против нас, видимо. Белый шум. Так, всё, короче, поехали. Ой, и с той стороны зашёл в дверь. С этой стороны только выйду, а не войду. Поэтому давайте изучаем дальше свои очень интересные воспоминания. Ну, понятное дело, чё я хочу от подростка. Естественно, что у неё память будет весьма уныленькая. Не то, что у меня, прошедшего кучу игр, мультиков, фильмов и прочего. Вот у меня интересные могут быть воспоминания сформироваться из всего этого. А о море, или у сани, точнее, всё весьма скудно. С этим ничего не поделаешь. Возможно, есть какие-нибудь пасхалочки, не знаю, но я их не буду уже искать, потому что, извиняйте, тыкаться вслепую нет никакого смысла. Нужно идти конкретно по тому, куда они указывают, куда нужно идти, и всё. Базовички, не хотите со мной пообщаться, нет? Вы похожи на призрачные фигуры из этого самого, из Alice Madness Returns. Там тоже призрачные фигуры детей были в конце игры. Когда ты спрятал правду, ты скрыл часть себя вместе с ней. Всё это время он ждал, пока кто-то его спасёт. От чего спасёт? От алкоголизма, что ли? В тот день, когда ты стал ничем, я разделился надвое. Как думаешь, что было больнее? Больнее было узнать, когда твоя бутылка винища закончилась, и нужно снова бежать в магазин, у тебя сушничок и так далее, нужно, блин, ещё растол искать и всякое прочее. Да уж. Прямо представляю, как сейчас те, кто я вот это смотрит, будут обижаться. Типа, тут всё серьёзно, ты охерел, что ли, всё портить, сволочь? Ну, извините, просто это самое, не просите меня проходить серьёзные игры, просите меня проходить упор от игры. Или смиритесь с тем, что я буду серьёзные игры превращать в тупой балаган, вот так вот, своими дурацкими комментариями. Ну ладно, эту серию я всё равно поснимаю подольше, хоть навряд ли я успею тут всё пройти, слишком много тут всего всех этих комнаток всяких. Так, по кому можно потоптаться? Кого можно тут почпокать или подёргать? И почему я не могу спринтить? Я люблю спринтить, пожалуйста, верните мне эту опцию. Лжец. Сами вы дураки, блин, я и сказал честно, я люблю спринтить, реально, прям обожаю. Вот не то, что в оригинальном Undertale, где спринта нету, ты там ходишь еле-еле, цоп-цоп-цоп-цоп-цоп-цоп, полтора часа, блин, формируешь этот путь геноцида. Просто ужас. Да хватит меня обвинять, сами вы все там лжецы, блин. Это вообще моя голова, мои мысли в охерели, меня в моей собственной голове обвинять, блин, сволочи. Я вас сейчас как возьму, как забуду всех сразу же, и пойдёте вы все нахрен со своими обвинениями, блин, сволочи. Просто ужас какой-то, чё за образевший в моей самой фантазии, восстающий против своего создателя. Просто ужас какой-то. Если бы не Сани, вас бы всех не было, вы все, блин, обвиняющие меня в том, что я лжец. Да. Сани, я люблю тебя. Ну так это самое, давай переспим, что ли, покажем нашу любовь, это будет интересно. Ну а теперь у нас Гастер стал нашим напарником, собственно. Или Гастер, или это наша сестра. Ну, короче, поехали на свиданку, видимо. Сани, я люблю тебя. Держи в курсе. Только нужно и просто говорить, но ещё и доказывать это своими действиями, понимаешь? То, что говорить могут всем, а вот доказать это мало кто может. Да. Хе-хе. Сани, я люблю тебя. Да уж. Любишь ты это, конечно, говорить. Вместо того, чтобы лишний раз взять, и нас это самое порадовать, чтобы мы вытирали потом наши радости салфеточками в очередной раз. Правда же? Да уж. Так, хорошо. Следующая дверка. Сегодня просто опять первая серия за день, поэтому несколько сложновато снимать. Да. Ой, здрасте, мистер Котик Официант. Вы нам сейчас, собственно, это самое, принесёте разделанного котика, вот этого вот, да? Мява была очень, очень плохой. Ты получил ключ. И всё, что ли? Ну, спасибо, можно отсюда теперь уйти. Но, кажется, нет. Возможно, эти вот те ножки лежат здесь не просто так. Правда? Мява смотрит на тебя, она не знает, что происходит. Хочешь вскрыть мяву? Ну да, вскрыть её, как шампанское. Она с лёгой быстро наклонит голову на бок. Хочешь вскрыть мяву? Да понял я, что меня сейчас заставят делать страшные вещи. Которые расширяются, он хочет бежать. Хочешь вскрыть мяву? После пути геноцида это всё просто детские игры, понимаете? Там мы уничтожали гробанный мир, а тут всего-то какого-то котика вскрываем. Давайте его уже выпотрошим, сожрём и так далее. Она пытается кричать, но не может издать ни звука. Меня всё пытается пробить на эмоции. Простите, я уже уничтожал миры слишком много раз во всяких играх, поэтому ничего страшного. Она всё равно воскреснет в наших фантазиях, концертах, то есть наши фантазии. Ты вскрыл мяву. Чего-то ждёшь? Ну да, когда ты мне подашь этот самый бифштекс кошачий, шаурму и так далее. Чё, блин, я жду-то? Куда мне ещё деваться, собственно? Всё, я вскрыл мяву. Чё тебе раздевать, самому скрыться, что ли? Если ты хочешь выбраться, выход есть всегда. Но опять нужно себя пырнуть. Ладно, спасибо большое, что подсказал мне, а то бы я сейчас тут, собственно, тупил. Допустим. Вот мяву, видишь, мы с тобой одной крови, что называется. Он бы, блин, выпотрошили нахрен. На уж, вот же мы, конечно, все психи, правда? Так, допустим, мы снова оказались здесь, то есть ничего особо не изменилось. Прырнуть себя ещё раз нельзя. Ну, допустим, мне, кстати, заранее проспойлерили, естественно, в комментариях, что я кота выпотрошу, потому что я однажды сказал в комментариях, типа, можно будет прырнуть кота? Мне сказали, да, можно будет прырнуть кота, потому что спасибо вам большое, что вы мне всё заранее спойлерите, чтобы я не получал вообще никакого удовольствия. На ужки. Так, снова нашли венок. Это здоровенный венище, точнее, венище, ну, вы поняли, да? Так, а вот венище настоящее можно из этих арбузи понаделать. Правда, в них почему-то везде пустота сплошная. М? Это кто? А, это базовичок без этого самого венка. Смотрится необычно, да, весь такой зелёненький. О, Мори, ты вернулся за мной! Это мой венок? Я так рад, что ты нашёл его. Да он, блин, в паре метров от тебя валялся. Что-то такое, слоупок, не могу сам найти. Давай выбираться отсюда. Я пойду за тобой. Э, подожди, ты тоже будешь с нами в бабушке вместе с нашей сестрой в виде гастера? А то она там всё говорила, я люблю тебя, я люблю тебя, я не буду что-то говорить. Это тоже, да? Выращивать арбузы здесь было весело, но я очень скучаю по своим цветам. Как они там? Ты заботился о них, пока меня не было? Хе-хе. И тут игроки, которые не заботились о них, такие, ой, блин, я подвёл Безила! Пф, застрелился. Арбузы, правда, очень вкусные. Раньше мы постоянно ели их на пляже. И всё ещё чётко помню Кела с арбузными семечками на лице, ха-ха. Спускали ему семя на лицо, да? Получается, только арбузное. Понятно, что с вами, разработчики. Летние каникулы с друзьями были самыми лучшими, правда? Ну такое себе, блин, сожрёшь потом арбуз и будешь ссаться без конца. Тоже мне такое себе удовольствие на самом деле. Ну допустим. Так, секундочку, вскроем ещё один арбуз. А, блин, тихо-тихо, о чём тут арбуз скрыть? Быстро-быстро-быстро-неет! Блин, один арбуз теперь не удастся сожрать и обоссаться. А, тут есть ещё арбузы, которые могут сожрать и обсыкаться. Весело-весело-весело. Кстати, Безил такой здоровенный по сравнению со мной как будто бы. Ну или это из-за того, что у него волосы такие большие. На уж. Вот, однако, нажрался такое здоровенное тело на этих арбузах. Хотя, казалось бы, диетический продукт. Ой, я случайно его вскрыл, блин. Нифига, конечно, у меня мощная задница, что я вскрыл своим задом и вскрыл Безила. Ужас просто. Ты получил ключ. Так, ладно, допустим. Ну, по сути, Безил тот же самый арбуз получается, да? Просто более перекрашенный под цвет винища. Допустим. Всё, винишку употребим из Безила и пойдём дальше, получается. Так, а где эти самые сперморучки, чтобы меня вынести обратно? Спасите. О, спасибо большое. Вот, другое дело. Ну, хорошо. Свою сестру мы вскрыли, кошку мы вскрыли, Безила мы вскрыли. Короче, мы тот ещё хирург-любитель, правда? Вот любят дети играть в доктора. А мы, блин, лучше бы мы играли в доктора Кто и путешествовали во времени или ещё что-нибудь. Так, базовичок, получается, снова у нас тут возник в виде призрака. Наши друзья, пострадавшие по нашей вине. Можем ли мы называть их друзьями? Как бы я ни хотел этого, вещи не могут быть такими же, как раньше. Но почему часть меня всё ещё цепляется за это? Для нас всё ещё осталась одежда, Сани. Но если ты выбросишь бутылки и не перестанешь наконец-то бухать, то, возможно, одежда и есть для тебя, но я не уверен на самом деле. Так, секундочку, чё-то у нас имеются всякие медузки, кораллы, ну, те же самые истеты, короче. Поэтому поплыли, короче, в чистое море искать там, где находится очередной ключик. А, он находится здесь же. Ну, спасибо большое, что разработчики хотя бы нас не заставляют искать их как-то по-настоящему, запариваться, знаете, то они могли бы это сделать. Но, к счастью, они не заставляют нас. Так, сперма-ручка нас спасла в очередной раз из забвения вот этого вот. Так, я вот не знаю, когда я буду, собственно, это самое, заканчивать серию даже ХСД как-то. Так, тут открылась какая-то красная дверь, то есть, возможно, это уже выход, но, естественно, я не хочу идти на выход, я хочу заснять все эти дурацкие двери. Все эти у города воспоминания нужно заснять до единого, даже если это ничего уже не даст, а можно просто выйти отсюда. Пошли зырить остальные воспоминашки. Ой, здорово, базовый чувак, опять тебя нужно вскрывать, что ли? Ох, слава богу, ты здесь, у моря. Я думал, что он всегда здесь застрял, это самое. Со мной точно он всегда застрял, без сомнений, да. Фух, так гораздо лучше. Поверьте, я могу, что ты пришел спасти меня. Я так по тебе скучал. Теперь, раз ты здесь, я наконец-то могу отправиться домой. Веди, о море. Блин, лучше не иди за мной, то ты сейчас опять лопнешь от того, что у меня метеоризм начнется. Я тебя своим задом вскрою, блин, ужас просто. Да уж, вот, блин, этот стейк от мамки, конечно, ужасная вещь, правда. Знаешь, я думаю, что пауков очень неправильно понимают. Они могут выглядеть довольно страшно, но никогда не атакуют людей, если они не ощущают опасность. И это не говоря о том, что они мои лучшие помощники в саду, так как съедают многих насекомых, что вредят моим растениям. Все дело в балансе природы. А вы, людишки, так-то нарушаете баланс природы. Я помню, как давным-давно ты рассказал мне, что большой паук упал на твое плечо в момент, когда ты собирался нырнуть в озеро на нашем секретном месте. Я знаю, что этот паук наверняка выглядел для тебя страшно, но поверь мне, для него ты выглядел куда страшнее. Без обид, конечно. Ха-ха. Вот будем сейчас на тебя этих пауков и насаживать, собственно. Возьмем такую большую-большую маффит и на тебя ее насадим. Откуда-то взялась целая куча пауков и чувствую, как они по мне ползают. Может, они просто здороваются? Привет, паучки! Это я, ваш друг Безил. Может, они просто хотят с тобой размножиться, а давай ты им в этом поможешь, собственно. Помогать размножаться кому-то это всегда весело и мило. Поэтому давайте, давайте, поучаствуем в этом веселом процессе вместе. Пдув. Зачем я трогаю несчастную паутинку? Я же уничтожаю дома этих пауков. Видите, какой я геноцидный гад, однако. Пауки жили-жили, но тут пришел я и все испортил. Блин, сволоча дна какая. Ужас просто. Ну, хорошо. Возможно, тут за все это тоже есть ачивка в стиме типа позорить все воспоминашки. Ай, они кусаются. Ох, наверное, я пугаю их. Ну-ну, паучки, все в порядке. Я не сделаю вам больно. Так просто истими их и посади на дерево или еще что-нибудь или на кукан посади или еще что-нибудь. Короче, действуй, а не просто ходи и жди, пока они тут сами что-нибудь придумают. Пауки ждут от тебя действий, поэтому они тебя покусывают нежно и любя, чтобы ты наконец начал шевелиться немножечко. А то ты там все тупишь постоянно. Их так много, я не могу их стрякнуть. Ух, помори. Че, у тебя там уже полные штанишки паучков, да? Амори, пожалуйста, помоги. Туф. Ну все, пауки утащили его в свое паучье логово заниматься разведением паучков вместо растений. Маленький мертвый паучок, он умер от грусти. Умер от грусти, просто проходя эту игру, видимо, да? Ну, определенно, его можно понять, но, к счастью, я слишком на позитиве, чтобы умереть от грусти. Хе-хе. На ушки. Я бы умер от грусти скорее от того, что белочку с Лэппи перестали делать про ней мультики и комиксы. Да. Но эта тема у меня уже была в прошлом году, сейчас я уже не особо грущу. Все должно уходить в прошлое однажды, да, в том числе и мультики и комиксы. Поэтому нужно искать новые мультики и комиксы и знакомиться с новыми персонажами. А не цепляться за одних и тех же, потому что контента с ними, увы, больше уже не будет. Да, никто уже не будет вспоминать про белочку с Лэппи и делать про нее мультики и комиксы. Увы и ах. Так, снова мы тут на пляже шляемся, получается. Месим песочек, а могли бы месить глину. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я скучаю по тебе, Санни. Ты всегда был тем, кто мог меня выслушать. Ну, понятное дело, что этому алкашу нужно, чтобы его выслушивали за бутылочкой винища. Мои проблемы, мои надежды, мои мечты, ты знал их все. Так что, если ты еще там, пожалуйста, дай моим словам вновь тебя достичь. Рассказывай, рассказывай нам все свои фантазии на кухоньке. Так, одинокая Маргаритка. Я рад за нее. Можно на нее навалить что-нибудь, и она будет не одинокая. Хе-хе-хе. Так, надеюсь, мы тут не сильно промокнем под этим жожедиком ужасным. Что это у нас тут скакалочки детские? Где сперма ручки? Спасите меня, пожалуйста, из этого вот бездны бесконечной. Я сейчас куда-то убежал тут, а, нет, просто бегаю кругами, получается, туда-сюда, допустим. Ну, наконец-то. Может быть, чуть больше нас спавнить. А то я тут, понимаете, боюсь потеряться. Ну, видимо, придется мне сегодня снять две серии о море. Я надеялся за одну серию успеть это вот все пройти, но очевидно, что я не успеваю, нужно больше времени. Ладно, допустим, тут видите, еще дверей просто дохерища, я еще буду пол серии следующей проходить и снимать все. Ну, допустим, допустим, раз уж такое дело, раз уж есть такой уникальный контент, чё бы его не заснять, правда? В общем, да. Ничего, надеюсь, что за следующую серию я успею наконец-то выйти в один день о море и узнать, что же я там смогу, собственно, поискать за кадром, чтобы это все заснять позже, уже не тыкаясь в слепую айти только по нужному мне контенту. Посмотрим. Давайте пока что отдохнем и скоро продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok